Это главный эфир. Здравствуйте. События в Кабуле, где буквально на глазах рушились толпы современной геополитики, заставили экспертов и лидеров стран задуматься, а что будет с безопасностью дальше. Об этом во время вручения госнаград силовикам говорил и Александр Лукашенко. Мир меняется далеко не всегда в лучшую сторону и Кабул – лишь лакмусовая бумажка на будущее. Кому это выгодно и почему США бежали так быстро и стыдно? Как себя чувствует Прибалтика после протестов? Ответим в программе. Ну а также наши планы на экономику, конституцию и сравним белорусские продукты с импортными. Может и правда нет смысла переплачивать? Мы начинаем. Смотрите в главном эфире. От банкротства к реабилитации. Как вытащить из пике проблемное предприятие и кто должен держать руку на пульсе? Преодоление этих шоковых барьеров – прежде всего забота трудовых коллективов. Рецепты оздоровления экономики на фоне пандемии и кризиса в условиях внешнего давления. Почему так важно искать новые точки роста в ЕАЭС? Договорились о синхронизации, но в то же время при условии соблюдения национального суверенитета. Следим за процессом углубления евразийской интеграции. Афганская драма или как унизить себя? США уходят, оставляя хаос и взрывоопасное наследие. Чем заканчивается игра в города и страны? И что такое эвакуация по-американски? Талибы отвешивают оплеуху Байдену, а в Вашингтоне Джо поднимают насмех. Зачем нашим солдатам воевать за рубежом, если у нас террористы захватывают Капитолий? Ждет ли старый свет новый миграционный кризис, как после арабской весны? Американцы и Европа не проявляют никакого энтузиазма в принятии людей, которые им помогали все это время. Талибан против насилия? Сколько продержится такой ребрендинг? Пройти сито отбора «Х-фактор» и услышать заветное «да». На «Х-фактор» приехали с хорошим настроением, с задором настоящим. К каждому начинающему артисту индивидуальный подход. Мне кажется, нет такого слова, которое описывает то, что вы сейчас сделали. И что творят совсем юные самородки? Выдержат ли они испытания славой? Можно тут говорить про аксамит, який мы перед собой бачим. Маленький бизнес, но с большим удовольствием. Начнем нашу программу с мероприятия, которая вышла с заранки привычного протокола. Александр Лукашенко вручил представителям силовых ведомств государственные награды. КГБ, МВД, Госпогранкомитет. Не стоит в очередной раз напоминать, каким выдался для стражи правопорядка год. От псевдомирных протестов до операции «Манкурты» и, наконец, миграционного кризиса на границе с Литвой. Отсюда и такой, прямо скажем, серьезный и обстоятельный разговор с президентом. Александр Лукашенко сказал простое человеческое спасибо тем, кто всегда за кадром, тем, чья профессия быть без имени и лица. Они сдержали натиск и борю, если прошлый год навсегда остался в плавильном котле истории, то этот не менее сложный, чего стоит один Афганистан. Мотив их понятен, он древний, как мир. Материальный интерес поделить и распродать народную собственность, государственную собственность. И глубоко наплевать им на то, что у многих белорусов жизненный уровень значительно упадет. Они об этом не думают. Те, кто кукловодит местными коллаборантами, хорошо понимают, что Беларусь ключ ко всему подсоветскому пространству. Так же, наверное, как страны Центральной Азии, я имею в виду Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан отчасти, сейчас стал очень важным для постсоветского пространства в связи с событиями в Афганистане. Видите, как они продемонстрировали нам сущность своей демократии. Ну, неважно, что там на взлетно-посадочную полосу, в этот люк, который при взлете, шасси закрываются, кусок тела остался, что-то оторвало, ноги болтаются, неважно. Это другое, это так называемая демократия. Они показали свое лицо. Вот так вот могло быть с нами, если бы они этот близкий крик в прошлом году осуществили, а потом народ через несколько лет их вышвырнул оттуда, и некоторые бы цеплялись за шасси самолета, чтобы отсюда улететь. Поэтому из этого надо извлекать уроки и учить наше население и наш народ. Затронул президента тему перемен. Вы помните про них некоторые много кричали в прошлом году, хотя ведь знали, что перемены неизбежны. Их президент анонсировал неоднократно до выборов. Но, как показало время, они не особо-то были и нужны. Та самая маргинальная оппозиция, которая так ратовала за проведение конституционной реформы и распределение полномочий, теперь от Конституции отмахивается. Никакие перемены оказались не нужны, если они наступают без захвата власти. Впрочем, переменам быть страна прекрасно понимает, что нужно делать, лишь бы было по закону и толково, скажет президент. В связи с этим хочу обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Это из вашей среды, милицейской, вооруженных сил. Некоторые наши военнослужащие, ну, грубо говоря, они так не говорят, но я скажу более жестко, не понимают, ну, зачем президенту этот референдум, ну, зачем эта конституция, да не нужно это делать. Ребята, нет, мы не можем так поступить. Во-первых, мы пообещали. Во-вторых, вы же помните лозунг их. Пирамены, пирамены, пирамены. И мы сказали, да, нужны перемены. И они действительно нужны. Мы не можем заморозить в стране ситуацию и обстановку, ибо это повторятся брежневские времена. Молодые люди это не помнят, но мы-то старшие с вами хорошо помним этот период застоя. Поэтому нужно движение вперед. Нужны эти перемены? И тогда мы сказали, да, нужны. Но эти перемены должны быть законными. То есть, если идти к переменам, надо начинать с Конституции. Но для нас и не это главное, если уже откровенно говорить. Мы и так на месте не стояли. Мы с вами создали первое суверенное независимое государство. Что еще надо? Мы останемся в истории. Главное, что будет после нас. Кто придет после нас? Кто будет президентом? Какая система управления будет? И не дай бог это повторится. Извером мы президента, систему создадим. Если это повторится, новое поколение удержит страну или нет? Актуальный вопрос? Актуальный. Я не святой и так далее. Но тем не менее, мы не сделали грубых системных ошибок за четверть века. Ну не сделали мы их. Да, были ошибки, недостатки. Мы первопроходцами были. Нам негде было научиться чему-то. Поэтому не исключено, что были ошибки. Но системных ошибок мы не допустили. Мы не ломали, не крошили. Никакой диктатуры у нас в стране нет. Я уже говорил, потому что кроме вас у меня никого нет. У меня нет ядерного оружия. У меня нет кибер-хакеров и прочее. Чтобы я где-то нажал кнопку и весь мир перевернулся. Какая здесь диктатура? Да, у нас очень жесткое управляемое государство. Ну тогда, если бы мы это не сделали, мы бы не создали этого государства. Вы люди военные меня понимаете. И я к чему подвожу? Завтра выборы президента. Вы гарантируете, что придет человек, который будет спокойно двигать страну вперед? Ну кто гарантирует в этой ситуации, когда из Запада нас давят, хотят порвать, разделить? Это в Польшу, это туда, это сюда. А то и целиком, как они говорят, присоединить Беларусь в Польшу. Передача страны будущему поколению, роль Всебелорусского народного собрания на вручение у белорусского лидера получилась вполне программная речь на будущее. Впрочем, как неоднократно подчеркивал сам Александр Лукашенко, его мысли и предложения по новой конституции – это мнение одного эксперта. Не истина в последней инстанции и не руководство к действию. Работает целая комиссия. И наверняка скоро мы узнаем, каким будет основной закон страны. Мы должны быть убеждены в том, что мы никогда не начнем строить страну сначала, что ее не разрушат, не разрушат те достижения, которые у нас есть за эти 30 лет. И давайте пофантазируем. Вот завтра избрали нового президента, и он вдруг захотел отказаться от базовых ценностей нашей страны. Например, двуязычие, например, государственное устройство, социальные гарантии. Так вот, мы должны сделать такую конституцию, это мировой опыт, ни в Америке, ни в развитых странах Европы, которые учат нас демократии, кто бы ни пришел к власти на любых выборах, самых демократических, самых свободных, он не сможет поломать устои страны. И нам нужна такая конституция. Важно осознавать, что те искусственные модели, которые создавались извне, в том же Афганистане с помощью различных политических технологий, они, естественно, не приживаются на народе, когда насажены искусственно. Сейчас же для Беларуси важно, что власть, те элементы власти, которые у нас строятся, они идут изнутри, из низов и агрегируются, понимаются. То есть эта власть, естественно, она природная. И это, в этом, наверное, является и сила нашего государства, что фактически мы выстроили очень стабильную систему народовластия. Ну а сейчас от политики к экономике она, как известно, прежде всего. Пристальное внимание к работе предприятия экономическим процессом не ослабевает на высшем уровне. Президент регулярно обсуждает с правительством, чем живет и дышит реальный сектор. А также необходимость законодательных новелл. Белорусскую стратегию антилокдауна не все восприняли и поняли год назад. Но сегодня даже скептики признают, стратегия борьбы с ковид и действия в экономике была выбрана правильно. Она сработала и позволила не упасть на фоне мирового кризиса. Наоборот. Традиционный день правительства во Дворце независимости во вторник начали с глобальной интеграции с Россией. Пакет интеграционных документов — это основные направления, и 28 отраслевых союзных программ практически согласован полностью. Разумеется, на переговорах каждый отстаивает свой интерес. Для России это вопросы таможенного и налогового регулирования. Для нас это равные условия работы, в частности, в энергетике и доступ на российский рынок. Позиция Минска по сближению неизменно на основе равноправия и сохранив суверенитет. Сообщая, в последнее время это почувствовалось острее, легче противостоять санкционному давлению и последствиям коронавируса. Об этом вспомнилось и в контексте обсуждения у президента проекта закона об урегулировании неплатежеспособности. Это не о том, как поставить крест на проблемных предприятиях, а о том, как дать им второй шанс. Около года назад тему уже выносили на уровень главы государства. Мы принципиально договорились о подходах. И правительству было поручено изменить идеологию этого проекта. Уйти от банкротства к реабилитации проблемных предприятий, а также построить его на иной концепции. Защите организации от шоков, вызванных неблагоприятными внешними факторами. Но при этом хочу сказать, что преодоление этих шоковых барьеров, прежде всего, забота трудовых коллективов и руководителей этих трудовых коллективов. Как мне докладывают, это требование выполнено. Кроме того, предусмотрено, что будем отходить от судебного сопровождения всех этапов рассмотрения дел об экономической несостоятельности. Напомню, ссылаясь на опыт Советского Союза, мною было поручено не перегружать суды несвойственными для этих судов вопросами. Потому что завалили суды разного рода проблемами экономического характера, спорными вопросами, связанными с экономикой. Раньше эти вопросы решались сложно, просто, непросто, но решались в местных органах власти. Координирующая роль в вопросах финансового оздоровления окончательно сосредоточится в правительстве, отрестливых органах власти и исполкомах. Проект закона доработают, но президент просит по максимуму подключить местную власть. Ведь именно на местах, как нигде, заинтересованы, чтобы предприятия работали. Это и дополнительные рабочие места и налоги в бюджет региона. Пока приходится бороться, в том числе и с влиянием пандемии на экономические процессы, а тут еще и санкции. Главная задача, которую поставил глава государства, минимизировать это влияние. И правительство над этим работает. Что же касается экономики в целом, то здесь рост. За полгода ВВП страны вырос на 3,3%, в основном благодаря промышленности. С апреля восстанавливается и сфера услуг. В плюс сыграло принятое в прошлом году решение не останавливать предприятие и продолжать работать. В итоге сохранены производства и кадры, что легло в основу нынешнего результата. Новые точки роста экономики на евразийском пространстве страны ЕС готовы искать вместе. Об этом было заявлено на Межправсовете в Кыргызстане. Особое внимание внутренним ресурсам и возможностям. Белорусская сторона уверена, евразийская пятерка может функционировать как самодостаточный рынок в плане продовольственной безопасности и современных технологий. И призывает тщательно отслеживать влияние мер экономического давления на развитие стран ЕС. Промышленную кооперацию, внутреннюю и внешнюю торговлю союза для снижения негативных последствий от того же санкционного прессинга, с которым сталкивается то или иное государство. Будет ли пятерка принимать общие ответные меры и как планирует поддерживать экспортные риски, а также региональная безопасность и союзная программа? Обо всем этом мы спросили премьер-министра Романа Головченко на полях Межправсовета в Чолпонате. Роман Александрович, мы сейчас находимся в Кыргызстане, где прошел Межправсовет ЕС. Как вы оцениваете вообще вот эти нынешние переговоры, ваши встречи с коллегами и какие темы, какие договоренности можно положить уже в копилку евразийской интеграции? Встреча традиционная, подготовка шла с момента предыдущей нашей встречи в Казани. В этот раз у нас не было таких сложных вопросов, по которым есть кардинальное расхождение позиций. Было много тем, по которым необходимо было сблизиться. Это вопросы, которые в частности касаются снятия барьеров по доступу сельскохозяйственной техники на рынок Казахстана. Найден компромисс по этому вопросу. Наверное, в актив белорусской стороны я бы занес то, что была принята наша позиция по необходимости ускорения процесса создания евразийской перестраховочной организации. Почему для нас это выгодно, необходимо? В силу санкционного давления, которое распространяется и на услуги по перестрахованию для белорусских страховщиков, конечно, создание евразийской перестраховочной организации могло бы полностью для нас снивелировать этот вопрос. И мы договорились о том, что будем идти более быстро по этому пути. И в первом квартале следующего года ЕЭК уже представит согласованный международный договор по созданию евразийской перестраховочной организации. Важный вопрос для нас это синхронизация вывозных таможенных пошлин. Потому что сейчас в мире в связи с таким ажиотажным спросом наблюдается дефицит ресурсов определенных, которые важны для наших стран. Это и зерновые, и древесина, и металлы, и бумага, и так далее. Поэтому для того, чтобы не допустить вот этих вот перетоков, когда одна страна вводит меры тарифной защиты в виде вывозных пошлин, чтобы эти товары не перетекали в другую страну, договорились о синхронизации. Но в то же время при условии соблюдения национального суверенитета. То есть это не единая вывозная пошла, но мы договорились координировать действия для того, чтобы соблюдать интересы каждой из сторон. На открытии межправсовета принимающая сторона обозначила вот среди тем приоритетных для обсуждения также и угрозу региональной безопасности, имея в виду ситуацию в Афганистане. Да, ни одна страна ЕС не ограничит с этой республикой. Но все же, например, Узбекистан, который наблюдатель, он граничит. Так вот, обсуждали ли вы эту тему и нужно ли здесь, может быть, какие-то общие меры, принять общее заявление, есть ли угроза, например, дальнейшего развития торговли в странах ЕС, если будет неспокойно, где-то недалеко у границ? Ну, на самом деле, предметного не было обсуждения этой темы, потому что это все-таки больше такая военно-политическая, можно сказать, тематика. Но мы в разговорах, в неформальном общении, конечно, не могли не затронуть эту проблему, все-таки с учетом того, что достаточно протяженная граница у стран-членов СНГ с Афганистаном. Поэтому, конечно, это большой вызов, большая уязвимость. И мы пока обменивались мнениями, как эта ситуация может повлиять на дальнейшее развитие процессов. Конечно, пока рано делать какие-то выводы, непонятно, какая будет складываться внутриполитическая обстановка в самом Афганистане. Но, тем не менее, это серьезный вызов. И, конечно, мы будем при необходимости действовать сообща в рамках всех интеграционных объединений. И СНГ, и УДКБ, и ЕАЭС. Потому что сейчас, как никогда, нужна взаимная поддержка. На одном из заседаний Межправсовета говорилось, что странам Евразийской пятерки необходимо выработать совместные меры против экономического давления Запада на те или иные страны. Вот обсуждали ли вы с коллегами эти меры, необходимы, нужны ли они сейчас? Подняли вопрос о том, о чем договорились главы государств на недавнем саммите пятерки. О действиях по противодействию санкционному давлению. Это то, что сейчас актуально для Республики Беларусь. Поэтому Евразийская комиссия внимательно отслеживает ситуацию. Ну и к следующему саммиту глав государств уже подготовит, я надеюсь, информацию о том, и предложение самое главное, о том, какой будет коллективный ответ. Рано говорить, какие будут меры. Возможно, это будут меры компенсационного характера, меры поддержки именно того члена союза, который подвергается этому давлению. Это не только Республика Беларусь, это и Российская Федерация. Ну, если говорить на данный момент. Но с учетом того, как непредсказуемо развивается ситуация, эта проблема может стать актуальной для любого государства абсолютно по любому поводу. И вот я это тоже доносил своим коллегам, что в силу тех хаотических процессов, которые в международных отношениях происходят, никто не застрахован от того, чтобы стать объектом такого давления. И мне кажется, что коллеги адекватно восприняли эту информацию. Межправсовет – это площадка и встреч с коллегами в рамках двух. Вот вы встречались с своим коллегой из России, вообще встреча прошла с закрытыми дверями, но длилась она час, даже больше. Может быть, немножко приоткрыть завесу все-таки, какие темы обсуждались, может быть, есть какие-то и договоренности, но и главные темы. Ну, это не секрет. Мы обсуждали завершение работы над пакетом интеграционных документов по углублению экономической интеграции, по союзным программам. Мы уже очень близки к завершению этой работы. Думаю, что в скором времени граждане Белоруссии и России наконец-таки узнают в полном объеме о том, что нам удалось сделать и о чем удалось договориться на протяжении последних полутора лет. Дошлифовывали детали, потому что все-таки это важные документы программно-стратегического характера, по которым мы будем выстраивать отношения в ближайшие как минимум несколько лет. До 2024-25-го, а по каким-то программам и до 2027-го года, поэтому обсуждали эти вопросы. Ну, и текущие вопросы торгово-экономического взаимодействия, которые подвергаются, опять-таки, санкционному давлению. Поэтому, я как говорил раньше, мы уверены, что Россия, как наш ближайший союзник и партнер, безусловно, не останется в стороне. И она не остается в стороне. Поэтому текущие вопросы, касающиеся работы наших отраслей, экономики, предприятий, абсолютно, как всегда, встреча прошла в таком дружеском, конструктивном, эффективном ключе. Мы с моим коллегой, премьер-министром России, договорились по всем тем вопросам, которые перед собой ставили. Уже известна дата и время проведения союзного совмина. У нас есть предложение, но окончательно, как это положено по процедуре, будет определено постоянным комитетом союзного государства. И я думаю, что, рассчитываю, что в течение месяца мы выйдем на проведение заседания. А сейчас перенесемся в Афганистан. Ситуация, о которой мы немного выше уже говорили. Ровно неделю назад Кабул перешел в руки талибов. Событие это было ожидаемым и одновременно внезапным. Никто и предположить не мог, что здание новой афганской государственности, которое возводило самое могущественное государство планеты США с опорой на самую мощную в мире армию, обрушится, как карточный домик. Как это случилось, ведь на пресловутое строительство потратили по разным оценкам от одного до двух триллионов долларов, угробили тысячи жизней и 20 лет исторического времени. По правде говоря, ничего другого и выйти не могло, ведь в Афганистане создавали тяп-ляп, копию государственных структур, которые и в других странах давно себя показали как неработающие. Подробности у Олега Романова. Всю минувшую неделю за событиями в Кабульском аэропорту следил весь мир, включая тех, кому нет дела до войны, Центральной Азии, геополитики, ислама или Америки. Трагедии шекспирского масштаба редко разворачиваются в реальном мире и у всех на глазах. Жизнь обычно тусклее литературы, а судьба – из тех режиссеров, что не любят пафоса и назидавельности. Здесь же всего этого было в достатке. Окупационные войска относятся к помощникам из местных, как к расходному материалу, а пользовались и безо всяких сантиментов в утиль. В аэропорту тысячи людей ждали места в самолете, поскольку от этого зависела их жизнь, но места не получали. Американцы тем временем вывозили на родину служебных собак, которым полагалось по два пассажирских кресла. Отчаявшиеся афганцы клещом вцеплялись в фюзеляж военного транспортника. Но ведь затормозят же перед взлетом. Ведь инструкции запрещают пилотам в подобных случаях взлетать. Может, сжалятся и впустят внутрь? Нет, инструкции писаны для своих и про своих. Если жизнь белого человека в опасности, следует остановить разбег самолета. А если дикари, пусть себе сыплются с высоты перезрелыми яблоками. Охваченную паникой толпу можно приводить в чувство очередями поверх голов. А может, и не поверх. Откуда бы иначе взяться десятку с лишним трупов? Можно просто забыть людей на военной базе. Утром украинские, грузинские, албанские солдаты проснутся и обнаружат, что по пустым казармам и штабным корпусам ветер гоняет мусор. Охрана снята, а их, братьев своих меньших, забыли поставить в известность, что надо бежать и, по возможности, быстро-быстро. Кажется, свергнутое афганское начальство что-то такое подозревало и заранее занялось энергичным самоспасением. Президент Гани угнал самолет национальной авиакомпании, забив его под завязку наличными долларами. Глава туземного нацбанка строчит твиты из неизвестного, но, похоже, прекрасного далека о том, что из номинальных 10 миллиардов золотовалютных резервов бежавшее правительство оставило талибам только 10 миллионов. Военачальники тоже эвакуировались быстрее зайцев. Маршал Дустум пообещал отдать жизнь за родину и тут же родину покинул. Лев Герата Исмаил Хан с львиной грацией пересек ближайшую границу. Лишь в провинции Паншер вице-президент и один из генералов пытаются организовать сопротивление, но их, скорее всего, и громить никто не будет. Без внешней помощи и в полном окружении они вряд ли продержатся долго. Талибы, похоже, ничего не забыли, но многому научились. Они, возможно, и последуют Украину-майданному принципу «обещайте, что угодно, овешать будем потом», но пока стараются врагов без нужды не плодить. Объявлена амнистия чиновникам прежнего режима, а потом и все общее. Обещано не закрывать университеты, не сажать под замок и не исключать из общественной жизни женщин. Вне закона объявлено выращивание опийного мака и любые наркопромыслы. Наконец, в правительство обещают пустить всех, кто пользуется у афганцев популярности. Если большую часть этих обещаний исполнят, талибы обретут репутацию крайне консервативного, но в целом вполне цивилизованного правительства. Хотя, конечно, и готовящего идеологическую бомбу всему цивилизованному миру. Это же как тесто в квашне. Вопрос, сколько осталось лет. Сколько лет осталось ждать. Вопрос, когда идеология исламского равенства, борьбы с коррупцией. А посмотри вокруг. Это очень привлекательно. Очень. Над вами стоят воры, а мы вам дадим справедливость. Только они не удальше. Они говорят, над вами стоят еще и банкиры-финансисты, а мы вам отменим все проценты, запретим деятельность. Правильно говорят. Но при этом, да, без банковского процента, без рибы, запросто проживем, есть исламские банки. И, конечно, их поддержат в этом. Дольше всего талибам, вероятно, придется ждать установления дипотношений с Соединенными Штатами. Вашингтон вряд ли легко простит невероятное унижение последних дней. И Джо Байден, похоже, переживает афганскую катастрофу очень остро. Еще бы. Единый миг лишиться общественной популярности, которая рухнула сразу на 7%, прослыть лузером и гарантировать себе в учебниках славу президента, который вверг страну в самый кромешный позор, какой только случался в ее истории. Вывод войск сделал президента смешным, а это для политика самое страшное. Наши войска провели там 20 лет. Они сражались, они жертвовали собой. Их семьи приносили жертвы, чтобы на территории США не совершались теракты, совершенные за рубежом. А теперь, выходит, мы решили, зачем нашим солдатам воевать за рубежом, если у нас террористы захватывают Капитолий. Уже неделю Байден несколько истерически реагирует на любые попытки получить у него комментарии по поводу афганского поражения. Его основные тезисы – афганцы сами виноваты, раз не готовы сражаться. Америка вовсе не потерпела поражения, не следует давать поводов России и Китаю довольно потирать руки. Довольно убогая стратегия защиты, надо сказать. Хотя доля истины в ней есть. Сгорчичное зерно, но есть. Несмотря на чудовищное, катастрофическое какое-то театральное позорище, поражением уход американцев действительно не назовешь. Два триллиона благополучно распилены между своими. Собственно, афганцам перепали только крохи. Талибам достались груды оружия, включая вертолеты и бронетехнику. Да, но в условиях войны все это все равно подлежало скорому списанию. А теперь, без сомнения, станет головной болью для властей России, Индии, Китая и других стран. Тратиться на дренаж, гнойные геополитические язвы будут уже не штаты. Единственная потеря, вероятно, это бережно взращенный, тщательно обустроенный транзит наркотиков. Да и тут не все так безнадежно с точки зрения организаторов трафика. Афганистан в последние 20 лет увеличил производство опиатов в 50 раз и теперь обеспечивает 80% планетарного спроса на героин. Талибы объявили этот промысел незаконно, но жизнь их наверняка поправит. Выращивание мака кормит несколько миллионов человек и обеспечивает более четверти национального ВВП. Уничтожить плантации означает обречь на голод огромное количество людей. В общем, отработанная наркологистика Кабул, Косово, Западная Европа может еще пригодиться. Поражения в Афганистане нет, есть скорее крушение мифа о всемогуществе штатов. Это совсем не пустяковая потеря. Страна остается глобальным гегемоном до момента, пока ее таковым гегемоном считают. Теперь право на гегемонию придется вновь доказывать. Чтобы заставить забыть про одного съеденного чижика, потребуется совершить тысячу новых кровопролитий. Сегодня США превращается всего лишь в одну из региональных держав. Поэтому все их претензии на демократию пусть оставят в себе. Мы видели эту демократию, когда американский спецназ расстреливал тех афганцев, которые пытались прорваться и улететь на американских самолетах. Ужасные кадры. Ни слов сожаления, ни слов какой-то симпатии, ни простой человеческой реакции. Никто не наказан. Поэтому это еще раз показывает истинное лицо так называемой американской демократии. Не им, американцам, учить демократии ни Россию, ни Беларусь. Пусть учат демократии сами себя. В общем, с точки зрения Вашингтона, единственная жертва бесславного окончания этой военной кампании репутация страны и лично президента Байдена. Во всяком случае, афганцев и Афганистан американцы жертвами точно не считают. Олег Романов, Дмитрий Астартах в главном эфире. Афганистан под контролем от Алибана. Картина действительно драматическая. Бегущий из Кабула президент Гани на вертолете набитым деньгами. Отчаянные местные жители, которые пытались спастись, хватаясь буквально за стойки шасси улетающих американских самолетов и падали вниз, разбиваясь о крыши домов. И, конечно же, реакция Соединенных Штатов, для которых афганская компания завершается столь позорно. Американская мечта о том, чтобы быть незаменимой нацией в деле построения мира, где правят ценности гражданских прав, равноправие женщин и религиозной терпимости оказалась лишь мечтой. Почему Кабул был взят практически без боя, как провал афганской компании скажется на имиджи США и НАТО? Стоит ли ожидать новый миграционный кризис в Европе, как это было после арабской весны? Ответы в интервью с известным российским политологом, главой Евразийского аналитического совета Никитой Ментковичем. Скорость наступления талибов застала врасплох афганское правительство и мировое сообщество. Почему Кабул пал еще до вывода американских войск и их союзников? Прежде всего, это достаточно массовая коррупция, в которой радостно участвовали и американские военные, и афганцы. По данным самих американских инструкторов, которые они сообщали в военную инспекцию по расходам, по их данным, не менее трети вооружений и экипировки, которое поставлялось афганской армии, расхищались. От 20% по американским данным личного состава в афганской армии, на которую поступало довольствие и жалование, это были и мертвые души. А я подчеркиваю, оборонный бюджет по многому формировался из страншей США. Деньги расхищались, об этом знали американская сторона, об этом сообщали наверх, об этом были доклады Конгрессу, но тем не менее на это закрывали глаза, благодаря тому, что на этом наживалась и военная лодка. Вторая вещь. Американцы, даже там, где, собственно, начинали работать по строительству армии, делали это, ну, извините, глупо, просто глупо. Авиация, чтобы она летала, это важная штука, но чтобы она летала, ее кто-то должен обслуживать. Там должны быть механики, инженеры, те, кто занимается текущим ремонтом, переборкой двигателя, в конце концов, пилотируют ее и работают штурманом. Этих кадров американцы за все время не подготовили. Они предпочитали делать вид, что кадры есть, кадры подготовленные, но поскольку людей учить долго и сложно, ну, и кроме того, видимо, в силу задней мысли, ну, опасно, а вдруг они когда-нибудь с нами будут воевать? Зачем нам готовить вражескую авиацию? Учили их довольно сильно спустя рукава. В результате, когда начинала выводиться американская группировка, буквально через полтора месяца оказалось, что около трети самолетов и более половины парка вертолетов привязаны к земле, они не летают. Итог один. Авиация к концу конфликта оказалась небоеспособной. А всю стратегию строили на том, что у афганской армии есть авиация, что афганская армия во многом калька с западной армией, с современными родами войск и тех. В результате талибы, которые привыкли воевать, когда у них нет авиации, когда у них ограничения по связи, они справлялись с ситуацией. А афганцы, они вот уперлись благодаря ошибкам американцев в этот тупик. Насколько эта ситуация бьет по репутации США и военного блока НАТО? Американцы к декларируемым целям относились пренебрежительно. Они действительно рассматривали это место как место длительного пребывания. Они не стремились перекачивать местную армию, чтобы когда-нибудь в будущем она не стала противником США. В общем-то, эта двойственная политика в итоге привела к крафту, к позорному поражению не только афганской армии, но и ее американских учителей. Безусловно, это очень серьезный удар и по репутации США, и по репутации НАТО. Потому что теперь любой американский союзник будет примерять на себя судьбу афганского режима, судьбу ГАНИ. И эту судьбу, эту вот картину сейчас на себя во всем мире вынуждены примерять любые американские партнеры. Хоть государственные, хоть НПО. Фактически это такая демонстрация, что можно 10 лет сотрудничать с американцами, можно 20. Но при любых проблемах, при любом чихе внутри США, который заставляет что-то там пересматривать в политике, сдадут, расстреляют и сбросят самолет. Сейчас вроде бы американцы заявили после этих вот трагических сцен, на которые посмотрели все союзники мира, насколько я помню, было заявление кого-то из политиков, кажется, РАЙС, которая заявила, что нужно с этим что-то делать, потому что, ну, у нас не останется союзник. Они смотрят на это и думают, что следующими самолетов будут падать они. Грозит ли дестабилизация в Афганистане новым миграционным кризисом в Европе, как это было после арабской весны? Кризис с беженцами из Афганистана сейчас только начинается, очень сложно судить о масштабах, потому что пока мы наблюдаем полную моральную катастрофу Запада, ситуацию с брошенными в Кабульском аэропорту и близкие его беженцами, которые много лет сотрудничали с США, их там вначале обказывались вывозить, потом начинают вывозить какие-то случайные группы планы, без какой-то подготовки. Такое впечатление, что выводить войска решили буквально вчера, хотя первое заявление Байден сделал еще в начале года. По логике вещей, за это время военные могли подготовить 10 планов эвакуации и составить много вариантов списка, в зависимости от того, какая будет емкость авиационного канала и сколько будет времени на эвакуацию. Ничего оказалось не готово. Каков его будет масштаб кризиса, не очень понятно, потому что пока действительно американцы и Европы не проявляют никакого энтузиазма в принятии людей, они все это время. Были попытки многочисленные переложить это почему-то на страны Центральной Азии. Почему-то людей, с которыми сотрудничали США в Афганистане, теперь должен приютить Казахстан или Узбекистан. Не очень понятно по какой логике, но американцы пытались в этом убедить страны и получили закономерный отказ. Талибы выразили готовность отказаться от насилия, обеспечивать права и свободы женщин, прекратить производство наркотиков, объявили всеобщую амнистию, стоит ли верить в этот ребрендинг или это лишь заигрывание перед мировым сообществом? На текущий момент непонятно, верить талибам или нет. У них действительно есть два варианта развития страны, либо действительно модернизировать свою внутреннюю и в первую очередь внешнюю политику, выставить отношения с соседями и пытаться привлечь инвестиции. Это первый вариант. Но для этого придется начать борьбу с терроризмом и наркоторговой, потому что иначе с ними просто откажутся иметь дела соседи. Зачем такой рассадник проблем под боком? Либо, как вариант, можно действительно пытаться играться в те же самые наркотики и поддержку террористов, пытаясь на этом что-то выгадать. Ту же самую Аль-Каиду они пытались долгое время привлекать в союзники, которые сейчас квартируют на территории Афганистана. Но здесь довольно большой вопрос, как на это реагируют соседи. Потому что, вполне естественно, в этом случае с ними будут проблемы, никаких инвестиций, ограничений на пересечении границ и куча других возможных вариантов. Число беженцев в мире перевалило за 80 миллионов человек. Такую статистику приводит Организация Объединенных Наций. Ирак, Сирия, Ливия, африканские страны и тот же Афганистан все это основные государства, из которых местные жители бегут потоками. А почему люди бегут и как живется под крылом чуждой им демократии? Почему 21 век это эпоха невольных мигрантов? Спастись от войны, разрухи и бедности. Как вместо нормальной жизни они получили хаос и страдания? О трагических сценариях побегов от демократии расскажем в Понятной Политике. Смотрите в понедельник после Панорамы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уходя из Афганистана, американцы оставили не только грандиозные запасы вооружения, но и своих союзников. За 20 лет присутствия в регионе военные успели почувствовать себя как дома, тратили миллиарды долларов на содержание своих войск, но так и не создали хоть какую-либо человеческую, социальную и экономическую инфраструктуру. Пока еще республика, а талибы намерены переформатировать государство под Исламский Эмират, является одной из 25 подопытных стран мира, на территории которых находятся биолаборатории Пентагона. Проект в Афганистане – часть большой паучьей сети фабрик по созданию вирусов, которые могут быть опаснее даже ядерного оружия. О работе Вашингтонского обкома с боевыми вирусами по всему миру подробнее в авторской рубрике Екатерины Тихомировой. По всему миру насчитывается более 200 биологических лабораторий США. Известно, где они находятся и что исследуют, как те или иные этносы переносят различные вирусные бактериальные заболевания. В 25 странах мира американские военные тестируют искусственно созданные вирусы. Афганистан, Пакистан, Ирак, Грузия, Украина, Азербайджан и другие. Страны бывшего Советского Союза, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. И там, где есть американские фабрики по производству смертельных вирусов и бактерий, наблюдались в спишке инфекционных заболеваний. Этот проект не медицинский. Фабрики не работают с Министерством здравоохранения США. Ими управляют руки Пентагона. Иными словами, это американские военные базы. Агентство по сокращению военной угрозы США ДЕТРО. Ранее оно называлось Агентство специального оружия. Подразделение сухопутных войск. Ежегодный бюджет более 2 миллиардов долларов. Я так считаю, что присоединение какой-либо страны к программе по уменьшению биологических угроз, к программе США по уменьшению биологических угроз, является знаковым. Факт присоединения следует рассматривать в том ключе, что в течение нескольких лет страна попадает под полнейший контроль извне. Биологические лаборатории и вообще лаборатории, где манипулируют с биологическими агентами бомбы замедленного действия на территории суверенного государства. Потому что что могут сделать эти лаборатории, как они могут быть использованы для выведения и строя живой силы, и как они могут быть использованы для создания, так скажем, управляемого хаоса в стране. В остальных странах, помимо Белоруссии, кроме Белоруссии и Российской Федерации, можно сказать, что почти во всех из них система биологической безопасности уже находится под контролем Соединенных Штатов Америки. К программе ДЕТРА Армения присоединилась в 2008 году. В 2018-м биосеть включала уже 12 фабрик. Американцы вложили в них около 50 миллионов долларов. Три в Ереване, региональные лаборатории в Идживане, Гюмри, Мартуни и Ванадзоре. Как отмечают вирусологи, в результате деятельности этих лабораторий резко ухудшилась эпидситуация в стране. Когда начались возникновения, так скажем, в кавычках, этих новых патогенов, сразу же после введения, с начала реализации программы США по биологической безопасности. Фабрики боевых вирусов начали формироваться в 2000-х. под предлогом снижения биологических угроз. Страны подписали договоры, американцы получали образцы советских НИИ и базы, полигон для экспериментов и человеческий ресурс. Лаборатории и все, что там производится, принадлежит и подконтрольно только США. В некоторые помещения фабрик могут войти только американцы, которые, впрочем, наделены дипломатическим статусом. Лаборатории являются единицами биологической разведки США. Каждая из этих единиц имеет свою определенную функцию, и каждая из этих единиц имеет свои подъединицы, субъединицы, так скажем. К примеру, лаборатория Лугаров Грузии является региональной лабораторией, и контролирует работу лабораторий в Армении и Азербайджане. Сеть лабораторий на территории Украины создана для стран, скажем так, стран бывшего соцлагеря на европейской части. Лаборатория, расположенная в инстекуте зоомозных болезней имени Акимбаева, в Казахстане, ответственной за Среднюю Азию. Лаборатория Лугара находится на территории бывшей российской военной базы в 17 километрах от Белиси. Оборудование этой лаборатории позволяет работать с патогенами третьего уровня смертельно опасными заболеваниями. Первым, кто забил тревогу о том, что там ставят опыты над людьми, был американец, советник бывшего президента Саакашвили Джеффри Сильверман. Он утверждал, в США ведут засекреченную работу по изготовлению бактериологического оружия, а новые штаммы, возбудители и вакцины против них тестируют на население. В 2018 году бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе обнародовал полученные документы из Лугары. То, что мы, так скажем, с лету посмотрели, это данные за 15-й, за 16-й год, не все данные. Декабрь 2015 года. 30 смертей. Это из документов, полученных нами из лаборатории Лугара. 30 смертей, а 24 из них в один день. И самое большое удивление вызывает в графе причина смерти, значится неизвестно. Из документов мы не видим ни фамилий, ни имен этих людей. Они в лаборатории проходят по номерам. Видим дату рождения, год рождения, половую принадлежность и дату смерти. В 2016 году, в апреле и в августе. В апреле 30 смертей, в августе 13. Тоже у большинства причина неизвестна. Центр Лугара в августе 2017 года зарегистрировал в США целый ряд очень странных патентов. На боеприпасы с капсулами для токсичных веществ. На систему доставки комаров, зараженных малярией. Как все это должно помочь в борьбе с региональными заболеваниями и эпидемиями? Патент на беспилотный летательный аппарат для распыления зараженных насекомых. В аннотации сказано, что этот летательный аппарат предназначен для распыления зараженных насекомых над территорией, занимаемой противником, для нанесения ему смертельного удара с минимальными затратами. Дальше патент на патрон, то есть боеприпас биологически зараженным материалом. И на следующей странице вы видите пистолет, из которого этот патрон можно, так скажем, выпускать. И цель этого – проведение диверсионных акций. И еще одна деталь. Как только Вашингтонский обком выделяет грант на исследование заболевания, идет рост инфицированных среди местного населения. В 2014-м Пентагон запускает программу Детро – эпидемиология лихорадочных заболеваний, вызванных вирусами Денге и других арбовирусов в Грузии. У населения отмечается вспышка заболеваний. Его диагностируют у 34-х человек, включая 4-летнего ребенка. Трое умирают. В Украине лаборатории начали работу в 2005 году при Ющенко. Проект заморозили при Януковиче, когда он инициировал проверку американских биологических фабрик. И с новой силой возобновили деятельность уже при Порошенко. Кстати, активацию работ лоббировала министр здравоохранения Украины, американка Ульяна Супрун. Ее наделили метким прозвищем «Доктор смерть». Боевой вирус незалежности – 15 биолабораторий под крышей Минобороны США. Винницкая, Закарпатская, Харьковская, Тернопольская и другие области. Немаловажная деталь. Слитый в сеть хакерами договор Госдепа с Украиной. Киев взял на себя обязательство пересылать в Пентагон копии полученных при исследованиях опасных патогенов. При этом жесткий режим секретности, без огласки исследований, ответов на запросы журналистов и общественности. После начала сотрудничества США на Украине произошло несколько эпидемий, для борьбы с которыми правительству страны потребовалось закупать новые вакцины у американских фармацевтических компаний. Вспышки зафиксированы в Тернополе, в Харькове и других местах, где работают лаборатории. Холера, пневмонии, вирусы гриппа, ВИЧ. Именно те заболевания, с которыми работают американские подрядчики. В 2016-м в Одесской области от неустановленной инфекции пострадали более 400 детей. В том же году в регионе распространился свиной грипп с атипичной пневмонией. 20 военнослужащих умерли в Харькове в январе 2016 года от неизвестного респираторного вируса, по признакам напоминающего также грипп. Двумя месяцами позже в Украине были уже 364 смерти от этого вируса. В 2017-м в Николаеве была вспышка гепатита А. Летом того же года аналогичные очаги инфекции были зафиксированы в Запорожье, Одессе, осенью в Харькове. С начала 2021 года на территории Украины выявили три случая опасной и редкой болезни – дирофилириоза. Переносчики болезни – комары, способные заразить человека крупными гельмитами. Американцы не скрывают политическую подоплеку размещения референс-лабораторий в зарубежьях. В докладе директора Д. Травейла Оксфорда биолаборатории называются инструментом мягкой силы. По мнению Вашингтона, фабрики демонстрируют партнерские устремления и отеческую заботу со страны США. И пара слов об отеческой заботе. Моральные качества добрых и заокеанских миссионеров известны. Ядерные бомбардировки по Хиросиме и Нагасаке, применение фосфорных бомб в Югославии или химического оружия во Вьетнаме. В части создания биологического оружия руки у Пентагона развязаны. В 2001 году Вашингтон отказался подписывать дополнение к конвенции о запрете разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия. Екатерина Тихомирова в главном эфире. Перенесемся еще в одну без пяти минут колонию США. Чиновники в странах Прибалтики уже продолжительное время осваивают достаточно прибыльный стартап под названием русофобия. В попытках стать главными проводниками антироссийской и с недавних пор антикитайской политики в регионе, они постоянно находятся в готовности выпрыгнуть из штанов, доказывая свою преданность в митрополии. Паразитарная геополитика привела к закономерным последствиям. С прибалтийскими ястребами начали разговаривать на понятном для них языке. Жестко и бескомпромиссно. Беларусь, как ближайший союзник России, переориентировала свой экспорт, а Китай и вовсе закрыла свои рынки для Литвы. Экономика закономерно начала перегреваться. Ситуацию усугубляет попытка не отставать от западных стандартов сегрегации людей. Принудительная вакцинация под угрозой увольнения вызвала протесты несогласных с такой античеловечной политикой. Эффективные менеджеры довели регион до состояния бурлящей бочки с проблем в экономике, ковидных ограничений и миграционного кризиса. Подробнее в ситуации разбирался Андрей Сыч. Прибалтийские чиновники продолжают находиться в иллюзорном состоянии. Всю их внешнюю политику можно охарактеризовать как фантом наиболее однополярного мира. Деградировавшая система государственного управления оказалась неспособна оценить риски и их последствия. Рыжий кот, увидевший в зеркале льва, решил, что может играть во взрослые игры. Так литовские эффективные менеджеры озадачились открытием посольства Тайваня в своей стране с единственной целью – подразнить Китай, сделав реверанс в сторону метрополии. Ответная реакция не заставила себя ждать. Китай принял решение отозвать своего посла и, как сообщает портал Delphi, закрыл свои рынки для товаров из Литвы. Местные представители бизнеса в полной мере оценили весьма своеобразную заботу со стороны дальновидных чиновников и начали искать другую страну для переноса своего бизнеса. Релокация экспорта ориентированных предприятий из Литвы уже замечена в Беларуси. Наша страна готова оказать содействие для взаимовыгодного сотрудничества с Китаем. Для этого есть все технические условия и даже льготные условия ведения бизнеса. На сегодняшний день индустриальный парк «Великий камень» готов предложить как литовским бизнесменам, работающим с Китаем, так и китайским компаниям, работающим в Литве. В случае релокейта очень выгодные условия, причем быстрого, оперативного и конкурентоспособного переезда. Так, с точки зрения организационных моментов, мы сегодняшний день можем предложить как безвизовый режим на 180 дней, так и бесплатное, быстрое оформление всех миграционных процессов, связанных с оформлением рабочей силы, так и создание моментального юридического лица компании. И, собственно, все услуги административные в режиме одной станции, одного окна, который уже в парке отлажено и безукоризненно работает. С точки зрения технической и технологической, сегодня парк готов предложить для крупных проектов, которые предполагают строительство, какие-то масштабные капиталовложения, земельные участки, полностью оснащенные инфраструктурой. А с точки зрения быстрого переезда, это технологически универсальные корпуса. На сегодняшний день таких корпусов в парке 9 строится еще. Это порядка 90 тысяч квадратных метров, полностью готовых, оборудованных всей необходимой инфраструктурой, производственных помещений, куда можно в течение нескольких буквально недель переехать и организовать производство. Конфронтация с Китаем и переориентация белорусского экспорта в третьи страны через Россию серьезным образом ударила по экономике Литвы. Седьмой месяц подряд в стране продолжается рост цен на товары и услуги. Прибалтийская республика погружается в инфляционную яму. Это отражается не только на собственных гражданах, но и на мигрантах, которых чиновники заперли в концентрационных лагерях. Экономический кризис не позволяет обеспечить людей минимальными условиями для проживания. Их содержат в промокаемых палатках, которые постоянно заливают дождем. Питание в лагерях также не организовано. Люди голодают и просят о помощи. Те, у кого сдает терпение от издевательств и неопределенности, просто бегут из лагерей. Представители последней группы из более чем 30 мигрантов, которые вырыли подкоп под забором и сбежали, задержали в автомобилях с иностранцами, которые вывозили их в Западную Европу. Однако эта новость практически не обсуждалась в европейской прессе. Вопрос участия организованной преступности в поставках мигрантов в Евросоюз в принципе стараются не поднимать. Ведь это полностью рушит обвинения Беларуси в гибридной атаке с помощью мигрантов. Вот это вот конвейер, перевозки из Африки, из Азии, сейчас из Беларуси. Это все, это чисто преступные группировки, которые давно это уже взяли. Вот такой официальный турбизнес, где там типа публикуют в газетах, при помощи нашей фирмы, вы сможете слетать в Анталью, там типа такие деньги, отель-три звезды, значит, ол-инквузерс и так далее. А преступным в этом, как бы, теневом, я даже бы не сказал, что это преступный. Это теневой бизнес, который это обеспечивает. Ну, безусловно. Представители криминального бизнеса увидели в Прибалтике слабое звено Евросоюза. Страну, переживающую кризис государственного управления, и воспользовались ситуацией. Поток беженцев, экономическая нестабильность, вызвавшая рост цен и ковидная сегрегация населения, привели к массовым акциям протеста. Люди выходят на улицы по разным причинам. Даже те, кто уже прошел вакцинацию, поддерживают митинги, которые проходят под основным лозунгом против принудительной вакцинации. В прибалтийских странах недовольство граждан действиями чиновников дошло до того, что люди готовы протестовать под любым лозунгом. Мотивы вчера выйти на протест, наверное, у каждого были в итоге свои. Большая часть, конечно, объединилась именно под требованием запрета принудительной вакцинации, но при этом там была масса вакцинированных людей, понимаете? Вместо диалога с собственными гражданами чиновники предпочитают строить заборы, как это было в Латвии, или заливать людей из газовых баллонов, как это делали силовики в Литве. Прибалтийский котел внутренних противоречий и конфронтации с соседями близок к закипанию. О том, к чему приводят непомерные геополитические амбиции, реализуемые без оглядки на собственных граждан, рассуждал Андрей Сыч в главном эфире. Как мы видим, Прибалтика, да и Польша сами у себя разобраться не могут, зато у них хватает сил, средств и времени поддерживать откровенных маргиналов, экстремистов, иногда и террористов с бывшей белорусской пропиской. Накануне два экземпляра, едва не разваливший достояние нации Купаловский театр Латушка и жена заключенного Тихановского, в очередной раз писали свое имя в историю белорусского правосудия. Им так понравился напор талиба в Афганистане, что они начали собирать деньги на подпольное народное ополчение. Призывать к очередным акциям, какого характера должны быть эти акции, надеюсь, объяснять вам не надо. Интереса у белорусов к этому шапито нет, тем более, что почти каждый, проявивший интерес к этой террористической инициативе, волшебным образом оказывается в губопике. Близкие к хунте люди рассказывают, что другого выхода у них уже нет. Молчание и отсутствие инициатив, пусть и экстремистского толка, неминуемо приведет к потере грантов, охраны, квартиры и домов. Так вот, плян перомога таков. Через телеграм люди получают инструкции о том, как расшатывать власть и победить. Всю эту зорницу с флагами в лесополосе видели, режим буквально дрожит. К счастью, этих людей в Беларуси оппозиции уже не считают. Эту нишу активно занимают люди с конструктивной и не экстремистской философией. Впрочем, беглые не успокаиваются и не брезгуют, не побоимся этого слова жизнями белорусов. Только послушайте, нелегальный эмигрант Латушки Тихановская требует УМВФ не выделять Беларуси миллиард долларов. Его планировали направить на устранение последствий пандемии и поддержку врачей и населения. То есть эти робин-гуды отобрали деньги у белорусов и продают это белорусам же, как перомогу. Не сомневаемся, что белорусы когда-нибудь вас отблагодарят за это. На этой неделе исполнился год с того самого митинга на площади независимости, когда тысячи белорусов со всех уголков страны съехались поддержать Александра Лукашенко. И, собственно, именно 16 августа 2020-го многие называют точкой перелома и в медиаполе, и в умах сторонников протеста, когда стало понятно, никакое их не большинство, а 97% вплоть нездорового воображения креативщиков-мятежников, о чем позже они и рассказывали публично. А позже еще были и попытки убедить страну, что протестуют миллионы, но в 21 веке высоких технологий сказка про вышедших с Тейли полмиллиона разбилась о суровую реальность банальной видеосъемки сверху. 500 тысяч быстро превратились в 50. Прибрать к рукам девятимиллионную страну при помощи тиражирования фото и видео уличной толпы, сопоставимой по размеру со зрителями одного рок-концерта, не удастся. Огромный митинг 16 августа на площади независимости в Минске положил начало стихийно созданному народному движению «Я, мы, батька». Перед собравшимися патриотами выступит президент. Его речь многие назовут потом самой сильной за все время президентства. Я вас предупреждал, выборы будут интересные. А после выборов будет еще интереснее, как в воду смотрел. Берегите, берегите Беларусь. Берегите, потому что она уже не нам принадлежит, а нашим детям и внукам. Мы хоть как-то прожили свой путь вот до сегодняшнего дня. А им что оставим? Время серьезное. Время очень серьезное, поэтому я вас сюда позвал. Я вас позвал, чтобы вы защитили страну. Чтобы вы поддержали сегодня людей, которые идут в бой за вас, за ваше будущее. Мы построили с вами, при всех сложностях, при всех недостатках, красавицу страну. Кому вы ее решили отдать? Уже на следующий день, понедельник 17 августа, Александр Лукашенко сделает еще один сильный ход. Несмотря на предупреждение о запланированных провокациях, президент поедет, как и давно планировалось, на Минский завод колесных тягачей. Зная, что там для него приготовлена ловушка в виде группы провокаторов. Их задача была погромче кричать «Уходи!», создавать шум, мешая общаться Лукашенко с рабочими, выдавая этот спектакль за мнение народа. Президент знал об этом, какие его службы безопасности. Конечно, он мог не поехать, провокаторов могли заранее зачистить, но не на того нарвались. Президент не только выступил, выслушал их со сцены, но и пошел пообщаться лицом к лицу. На этом мятеж, в общем-то, и закончился, как и заготовленные кричалки. 21 уголовное дело возбуждено в Беларуси по фактам выдачи зарплат в конвертах. С июня в стране введена уголовная ответственность за серые заработки, неуплаченные налоги и уклонение от страховых взносов. Максимально суровое наказание до 12 лет лишения свободы. К сожалению, некоторые по-прежнему рискуют, ищут лазейку, чтобы скрыть доходы и прилично экономят на собственных же сотрудниках. В этом вопросе Александр Лукашенко ориентирует налоговые органы и Комитет госконтроля на максимальную принципиальность и жесткость. Налоги – это пенсии, выплаты инвалидам и многодетным семьям. В противном случае воруют именно у этих категорий граждан. Кстати, сообщить о зарплате в конверте теперь можно и через сайт, и телеграм-канал Комитета госконтроля. Все анонимно, достаточно заполнить форму с уточняющими вопросами. Информацию проанализируют и используют во время проверочных мероприятий. Глава государства гарантировал, никаких претензий к предпринимателям и бизнесменам, которые работают по закону, не будет. Мы в последнее время очень принципиально по закону относимся к тем, кто должен платить налоги, кто занимается предпринимательской деятельностью. Я вот хочу вас просто попросить и предупредить. Мы под эту вот марку ни в коем случае не должны обидеть людей, которые честно трудятся, которые занимаются по закону бизнесом, занимаются предпринимательством. Ни один волос с предпринимателя и бизнесмена, который к нам пришел и честно работает, упасть не должен. Мы ни в коем случае не должны, знаете, задушить какого-то предпринимателя-бизнесмена. Это люди, которые работают на государство и приносят пользу государству. Только единственное, налоги надо платить, людей, которые у тебя работают, не обижать. Нельзя, чтобы ты набивал свои карманы, а люди ходили, полунищенское там существование вели. Но главное, мы ни в коем случае не должны накатывать. Хоть они и гадко себя повели некоторые ИПшники, Айтишники и прочее. Нельзя просто взять и их за что-то наказать. Пусть работают по закону. Нарушил закон, на всю катушку пусть отвечают. Поручение главы государства последовательное, государственная линия осталась прежней. Прокомментировала слова президента профильный министр в проекте вопрос номер один. А именно, с одной стороны налоговая система должна быть прозрачная, работа проверяющих органов не навязчивой. С другой, контроль не должен ослабнуть. Если ты не чисто плотный бизнесмен, то ты должен чувствовать присутствие налоговиков и госорганов всегда, скажем так, дыхание на своем затылке. В то же время, если ты добросовестный, то по-хорошему налоговика не должны просто-напросто замечать. То есть это такая философия, на мой взгляд, когда добросовестный субъект хозяйственник, он должен спокойно, уверенно работать, выполняя те обязательства, которые есть перед бюджетом, либо социальные обязательства. Так, в первом полугодии 16,5 тысяч организаций получили уведомления с рекомендацией доплатить скрытые налоги. В бюджет добровольно возвратили около 5 миллионов рублей. Еще 2,5 миллиона компаний перечислили по факту проведенных проверок. Возвращаясь к теме санкций, которые Запад с подачей мятежников вводит в отношении Беларуси, еще раз хотелось бы сказать. Приятного, наверное, не очень много, но к этому нужно относиться как к шансу. Не хотите с нами торговать, будем торговать с другими. Не хотите нам продавать, постараемся сделать своими руками. Белорусские предприятия продолжают диверсифицировать рынки и создавать продукты исконно европейские, но на белорусской земле и из белорусского сырья. Эксперты отмечают, что по вкусовым качествам они не уступают тому же испанскому хамону или швейцарскому сыру. Ксения Лебедева расскажет о белорусских продуктах, которые приятно удивляют. Евросоюз и США, вводя санкции, рассчитывали, что белорусы будут голодать. И выглядеть, по их мнению, это должно было бы вот так. Но нет. Белорусские предприятия не только они становились, но и продолжают развиваться. Пример тому – исконно швейцарский сыр «Роклет», который начали выпускать на Кобринском маслосырозаводе. Предприятие изготавливает более 150 видов продукции, специализируется на сырах. Важнейшим направлением стала разработка и внедрение инновационной продукции. Для этого оснащено всем необходимым. На этой полке мы сейчас видим очень интересный сыр. Это наша гордость. Он называется «Мандорграна». Сыр этот зреет 9 месяцев. Сыр длительного срока созревания. Его особенность в том, что он очень твердый. Он зреет в полецетатном покрытии. Спустя 9 месяцев этот сыр приобретает совершенно великолепный вкус. Особенность нашего сыра элитного «Мандорграна» в том, что он имеет такую необычную европейскую форму. То есть Коблинский маслосырзавод самым первым в Белоруссии стал производить сыры вот в такой европейской форме. Олег Зайц здесь работает более 20 лет. Благодаря таким мастерам своего дела, как он, на прилавках белорусских магазинов появляются идеальные традиционные европейские сыры. Но мастерство – это не единственный ингредиент. Без любви к делу тоже никуда. Мы даем толчок, делаем красивое зерно, делаем красивые головки в этом цеху. Впоследствии идут сыр в подвал на созревание. Всегда очень приятно, когда, например, приходят и говорят, что наш сыр такой-то, такой-то на таких-то там московских или каких-то международных выставках занимает первые премии. И это очень приятно. Это говорит о том, что мы все сделали действительно правильно. После модернизации здесь производят и выдержанные сыры, и с плесенью. Развивают ассортимент элитной группы. А это то, что приносит наибольшую прибыль. Вместе с тем позволяет предприятию работать эффективно. То качество сыра, тот вкус сыра, конечно, это заслуга, прежде всего, специалистов, которые творят. Это технологи, это мастера сыроделы. Должны быть самого высокого уровня. Это люди, от которых очень зависит в целом работа предприятия. Ну и, конечно, экономика предприятия складывается именно в профессионализме тех людей, которые сегодня способны производить продукт столь высокого качества. Рынки, на которых мы присутствуем, это, конечно, рынок Российской Федерации. Также мы активно присутствуем на рынке Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, Азербайджана и прочих стран. А теперь заглянем на Гродинский мясокомбинат. Как рассказала нам помощник главного технолога завода, вкусовые предпочтения меняются, в том числе с развитием туризма. Это заставляет производителей быть более изощренными в умении приготовить тот или иной продукт. Ведь обращают внимание не только на вкус, но и на высокое качество используемого сырья. Раньше нужно было хамон привезти из Испании, ветчину из Италии. Сейчас, на данный момент, мы изучили глубоко историю данного продукта, технологии и создали свою версию. На мой взгляд, даже очень она удачная, потому что завоевали много медалей эти продукты премиум-класса, получили хорошие достойные отзывы от нашего потребителя. Продукты, о которых идет речь, недешевые, но связано это прежде всего с длительностью их изготовления. По технологии это от двух до трех месяцев, и это в том числе риски, ведь не каждый производитель будет ждать так долго, чтобы продать. Некоторые, конечно, предпочитают быстрые деньги, но здесь не тот случай. Задача – сделать вкусным новый для нашего рынка продукт. Кстати, пармская ветчина, хамон и другие из серии иностранных изысков – сегодня это не просто импортозамещение. Они хорошо уходят на экспорт. За границу отправляется 40% продукции, из них 70% – в Россию. Российская Федерация как была, так пока и остается нашим основным внешнеэкономическим партнером. От того, что там сальдо упало с 95% до 70%, это не значит, что экспорт в Россию уменьшился. Он тоже от года в год растет. Но просто очень серьезно мы поработали на рынках не стран бывшего СНГ, это именно Китайская Народная Республика. На сегодняшний момент готовится к подписанию контракта. Я уверен, что они будут подписаны по поставкам в Египет, в Иорданию, скажем так, вот в эти страны. Конечно, каждый год мы ставим 2-3 точки на карте новых. Не было ни одного года, чтобы мы еще новую какую-то страну на карте мы для себя не освоили. Да, может быть, там не такие уже большие поставки. Но, тем не менее, Китай тоже начинался с первых 20 тонн продукции в месяц. На сегодняшний момент наше предприятие порядка 500 тонн продукции отправляет в Китай. И эта сумма уже приближается к 2 миллионам долларов. Вы знаете, что французский город Коньяк расположен на реке Шаранта на юге Франции. Напитки, изготовленные из винограда, собранного в этой местности, ценятся сомелье. Так вот, в Беларуси тоже есть свои виноградники. Их высадили в 2003 году, недалеко от Пинска. Теперь собирают урожай, и уже в этом году мир увидел первый белорусский напиток, подобный тому, что однажды изготовили в французском городке. Напиток прошел все классические этапы приготовления с учетом особенностей. Высадка у нас 70 гектаров, но плодоносящего сейчас только 24 гектара. Так в этом году сколько уже ожидаете? Какой будет рост? Ну, ожидаем 200 тонн убрать. По крайней мере, не меньше этой планки ставим себе задачу. Как распорядитесь всем, что соберете урожаем? Распорядимся очень просто. Есть столовые сорта винограда, а есть сорт винограда альфа, который занимает у нас 75%. Так вот, идеи такие, что виноград альфа должен пойти на перегонку у нас, на производство алкогольной продукции. А столовые сорта винограда, для того, чтобы быстрее оправдать затраты, вложенные в эти виноградники, должны пойти на продажу в торговлю. На заметку хозяйки, из всего перечисленного можно накрыть чудесный стол. И самое главное, что для этого не нужна никакая заграница, ведь наши производители, наши белорусские мастера научились все это делать сами, в лучших традициях и с любовью. В главном эфире Ксения Лебедева, Алексей Правдиков и Виталий Соплица. Для многих родителей быть продюсерами своих маленьких чат вполне себе норма. Когда талант не в стол, а на люди. Организовывают персональные выставки и выступления, шьют костюмы, развивают соцсети, отдавая значительную часть семейного бюджета. Одни дети выстреливают и становятся популярными, а других эта популярность душит. Дети нажива и реализация утраченных амбиций родителей. Или каждая вложенная и заработанная копейка – это вклад в будущее. Мы собрали несколько недетских историй. Как трехлетняя художница зарабатывает на своих полотнах тысячи долларов. Сломался ли волшебный кролик после хейта? Тяжело ли слепому композитору пробиваться на сцену? Расследование главного эфира. В этой абстракции котики из книжки о короле Артуре и фонтан Лицкого замка. Следы найдите сами. Произведение искусства за полчаса ладошками трехлетний Аннабель Бондарович. И вот так легко, быстро и в шпагате за полтора года нарисовано 85 картин. В коробке-двушке, где живет семья, работы перестали помещаться. Решили, зачем пропадать добру. Часть – презенты, остальное – на международную интернет-ярмарку. Мы посмотрели, что продают люди, и там как бы абстракция сейчас такая в моде оказывается. Мы все выставили, все, что было, выставили. Прямо взрывного спроса не произошло. Там очень большая конкурентность, очень большие предложения. То есть на том сайте, где мы выставили, ну на эти сайты, в сайт «Преместников», там вводишь слово «картина», и там появляется, по-моему, 2,5-3 миллиона результатов. То есть там, ну, скажем так, чтобы то, что у нас на что-то купили, до сих пор остается какое-то чудо и совпадение. Ну, совпадение, наверное, какое-то случайное. Первого абстракционного пони запросили в Америку за 120 долларов. Дальше родители ставили ценник, исходя из размера картины и того, за сколько продают похожую абстракцию. Так, стоимость работы на «Бель» варьируется от 8 до 35 тысяч долларов. Всего же бандеролею отправлено около 15 холстов в Штаты, Великобританию, Германию и Францию. А что, что мы заработаем, это, на самом деле, номинально, потому что, когда мы получили эту оплату, мы фактически все просто дали за доставку и все. Поэтому мы говорим, что мы там что-то продали, но по факту мы эти деньги все потратили. Вот, все идет полностью на холсты, на краски какие-то, на поездки. И на выставку. В июне первая персональная прошла в Минском дворце искусств. Художницу такого возраста здесь еще ни разу не выставляли. Премьера. И успешная. Отзывы положительные. Наша съемочная группа тоже обратилась к искусствоведу Ольге Семашко. Не преувеличили ли в ценности? Дети в этом взросле робят это неосенсованно. То есть она, не продумывая в голове, какие фарбы требуют смешивать. И ее это отрумывается интуитивно. Можно тут говорить про аксамид, который мы перед собой бачим. И на самом деле, детенок-то линовитый. У нее живут свои образы в голове, и она их выпускает. И это вельми каштовно. Сейчас родители заморозили продажи. Прорабатывают организационно-правовые моменты и, возможно, откроют ИП. Аннабель не первооткрыватель в детском арт-бизнесе. Так, 20 лет назад по всему Бресту стали появляться вот такие открытки. Это картины на тот момент 7-летнего художника Ярослава Сафонова. Однажды сюжет про парня показали на центральном российском телеканале. А после СССР попасть в экран было большой редкостью и удачей. После этого Ярослава окрестили в белорусском Дали. Парадоксальное смышление, нестандартность таланта юного художника удивляет даже искусствоведов. Этот сюжет не проплачен, как и первая персональная выставка Ярослава. В доинтернетную эпоху, когда в 90-х зарабатывали чем могли, скромная семья из Бреста начинает ходить по художникам и показывать абстрактные наброски своего 4-летнего сына. Я Ярослава вначале не приветствовал то, что он рисует, но я пошел в библиотеку, прочитал все это, посмотрел. Люди меня поддержали, сказали, это достойно. Я говорю, ну так можно сделать выставку? Пожалуйста. И как-то так опять. Ну все, я пошел как бы по спонсорам. И для бюджета, просто я вот как вам говорил, оформить картину на то время, это равноценно по этим магазинам купить хорошую курицу. То есть или вы оформляете картину, или ваша семья питается. В начале 2000-х отец Сафонов стал первым в стране арт-менеджером. Запатентовал фамильные бренды картины, занялся авторским правом, нашел крупных спонсоров. Добро и зло Ярослава стало логотипом местного ЦУМа. Даже печатали на пакетах. А репродукции красовались в кабинетах президентов Украины и Польши. Канцлера ФРГ, министра культуры России работы не продавали. Дарили в детские реабилитационные центры. Параллельно мы старались где-то еще и провести выставку. Если вот полистать, что Санкт-Петербург у нас. Пришлось выходить на губернатора тогда Санкт-Петербурга, на то время Матвиенко была это. И вот, вот если, ну сейчас они склеились, то есть вот типа бумаги, что вот надо было это и время, вот вы видите, да, ихние логотипы, все это здравоохранение я писал там, больницу. Просто чтобы бесплатно, безвозмездно передать работу. Да, да. Несколько сотен работ, контакты с первыми лицами государств, 16 персональных выставок. Сустракаемся перед шарговым вернисажем у Министерства замежных справ. Папа организовал, я рисовал, ездили, выставлялись. То есть в Москве были выставки две. Тогда готовилась экспозиция и в посольство Беларуси во Франции. И здесь обрывается все. Отец попадает в аварию, а сын, обучаясь в нашей Академии искусств, забирает документы после второго курса. Больше в арт-просторе о нем ни слова. Мишура медийности задушила его желание рисовать. Не передавили, не задушили то самое желание, просто творить. Я отец и видел ситуацию так, как я ее видел. И я скажу больше, я старался свой отцовский долг выполнить на 5 с плюсом. Не было никаких срывов, как сейчас, скандалов, истерик. Чрезмерный черный пиар, отсутствие детства, крест на карьере. Как только не характеризовала желтая пресса участие Юры Демидовича на детском Евровидении в 2009-м, его неформатный волшебный кролик обскакал по популярности даже само Евровидение. Волшебный кролик! 13-летнего парня с нежнейшим тембром обвиняли в оккультурном ритуале и сатанинском послании. Родители мои, особенно маме моей, она даже сейчас, когда вспоминает про Евровидение, она про его говорить не хочет. Но у меня нет никакого негатива к этому отрезку времени. Очень многое, то, что тогда произошло, это, ну, я скажу так, оно помогло формированию моей личности, помогает мне сейчас как музыканту. Я многое понимаю не только в сфере, вот где я сейчас нахожусь, академической музыке, а вот-вот по ту сторону тоже. И поэтому, ну, это очень интересно. Я вспоминаю это всегда, ну, так сказать, с диплом, наверное. Сегодня уже с красным дипломом престижной Московской консерватории дирижер симфонических оркестров поступил в аспирантуру, пишет авторские партитуры и играет на лучших академических сценах зарубежья. Выдержит ли испытания славы и композитор Иван Цедрик, пока не ясно. Шестиклассник, увы, не видит с рождения, потому нотная грамота на слух и кончиками пальцев. Свою мелодию подбирает с трех лет, и преподаватели 10-й музыкальной школы Минска не мешают, лишь подсказывают, как удачнее разрешить аккорд. Нет, здесь нужно хорошо рубануть, грубо говоря. Да. Стоп, да. Дальше. Да-да-да-да, я имею в виду по длине. И стоп. Бабушка Вани всегда рядом, пока мама с его младшими сопровождает на конкурсах и концертах. Никаких корыстных целей. Сам тянется к фортепиано, его стремления стараются реализовывать. Мы спрашиваем, Ваня, будешь участвовать? Он, да, будем. Педагоги спрашивают, будем Ваню участвовать? Да, давайте попробуем. То есть, ну, иногда даже и очень успешно получается у него. Ну, не без вклада какого-то там, конечно. Конечно. Не тысячи, не доллары, а рублей. 70 рублей тоже как бы место значимое, потому как и малыши тоже требуют внимания. И, ну, пытаемся как бы... Стал известнее, когда сыграл на одной сцене с президентским оркестром на одном из благотворительных концертов. Не ради хайпа и популярности, исключительно для развития. Здесь продюсером выступил белорусский детский фонд. Он помогает Ване в продвижении, как и многим детям с особенностями. И, главное, не вредит. Наши дети в Белоруссии, они, знаете, заряжены на длинную дистанцию. Они очень многое выдержат. Они любят выступать, им это нравится. И поэтому пусть они хотят, пусть родители поддерживают, пусть будут амбиции в меру, а мы будем только радоваться их успехам. И пока юные самородки творят в полной свободе, родители не всегда чувствуют, где неда, а где перья. Забить на талант равнодушно. Заставлять улыбаться через «не хочу» на сцене или презентации – дико. Все эти четыре истории уж точно показывают. Главное – не перейти черту. Когда около слова «творчество» появится знак «равно» и слово «рутина». Иначе есть риск испортить еще одно талантливое имя. Как детское хобби в бизнес переходит в главном эфире. Лидия Заблотская, Илья Максимов, Алексей Правдиков и Юрий Сахадзе. И закончим нашу программу прямо-таки на торжественной ноте. Неделю назад, во время рабочей поездки в агрогородок Тихиничи, президент пообещал сделать жителям района подарок – большой концерт при участии белорусских звезд. Своё слово Александр Лукашенко сдержал. Большое мероприятие под названием «Земля счастья» прошел накануне. Знаменитые отечественные исполнители, ведущие, и накануне подарили небольшому населенному пункту настоящий пир из красок и эмоций. Собралось пять тысяч зрителей. Фот, конечно же, был свободный для всех желающих. ПЕСНЯ В маленьком агрогородке замечательный стадион, парк развлечений, куча классных административных зданий. Спасибо, очень мило, и так современненько всё. Ну, мы действительно под впечатлением. Хоть мы и часто бываем в разных агрогородках, но в таком, наверное, ну вот, пожалуй, с Александрией, наверное, хочется сравнить, потому что действительно вот настолько же мило, настолько ухоженно и уютно. Мы горды тем, что такой концерт состоялся. Наверное, мы его заслужили всё-таки. Ну и, конечно, огромное спасибо за внимание со стороны президента. Это стоит дорогого. И хочется работать ещё лучше, чем работали, и жить ещё краше. Будем очень стараться. Спасибо нашему президенту. Мы за мир и дружище. К слову, закончился масштабный праздник большим и эффектным фейерверком. Напомню, что в Тихиничи входит проект «Деревня будущего». Он направлен на улучшение благоустройства и жизни в малых населённых пунктах. Вот такой получилась уходящая неделя. Это всё, что мы успели вам рассказать. С вами были Иван Эйсмонт и Елена Насачёва. До встречи ровно через неделю. Счастливо.